Ну, громадный, конечно, отрыв. Да. И очень удобный стык для того, чтобы давить их. Чуть-чуть повыше блайнда, и вообще блок идеально. Ну, еще карта в 4 макси за швады. Туз форлет в мастер. Три раза он посмотрел на свою карту. Пас-пас. Ну, мы сейчас будем видеть 4 из 5 такие раздачи. На самом деле. Да, за каждый кон, в принципе, почти 10 тысяч собираешь. Я, кстати, сейчас сидел, смотрел и думал, вот если герц играет в интернете, какие у него статы? Не знаю, 5 на 5? Нет. Нет, нет, нет. Что-то типа 15 на 5. Так просто есть предположение, наверное. 15 на 5 какой-нибудь. Ну, с чем того, что он, ну, резит с баттона. Такие карты, как Дамы 7. А сейчас он на 10-2, я так понимаю, заколил. Ну. Что он хотел этим сделать? Не знаю. Я логику как-то с трудом улавливал. На вальтах он так долго думал над колом, а вот на 10-2 решил флоту смотреть. Ну, уже типа нечего терять. То есть, понимаешь, что примерно одинаковые стайки. Он огромный чип-лидер. Ну, то есть, огромный чип-лидер. Старается что-то противопоставить. Ну, не понятно. На 10-2? В своем, в своем маленьком мерку, типа. Я думаю, если честно, что он понимает, что, ну, тяжело ему здесь совсем. Он не понимает, как играть, пытается варьировать. Либо слишком осторожно, сейчас он пытается играть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как-то слишком, наоборот, развязней. Посмотрим, к чему это все приведет. Если сейчас Морис, допустим, каким-то образом удвоится до 200 тысяч, я думаю, он выжил. Да, вполне реально мог какое-то... Скорее всего, он и выжил тогда. Если у него получится сейчас либо с кем-то схлестнуться, удвоится. Олег, сейчас это зашло. Сколько у него стэк? 50 тысяч у него стэк, и он рейзинг. Конечно, тут пушить надо. Ну, после него какого-то карта нету. Аспарстки нарезы. Суть не меняется, конечно. Кто-то сейчас всем покажет. По моим наблюдениям, кстати, тот человек, который показывает карты, вот так вот, как сейчас, он боится 3 бетов. То есть, если провести аналогию, он себя чувствует, ну, то есть, он рейзит, значит, много слабых карт, пытается показать всем, убедить в том, что он рейзит все-таки по карте. На самом-то деле, обычно показывает у ЗА, когда у него слабая карта, он, как бы так сказать, оправдывается. Такие игроки, они уязвимы перед 3 бетами. Непонятно, что там произошло. Что обсуждают? Гирц. Заквалил бас? Златан, не, рейзнул 10 тысяч. Микус. Ну, священно то, что второй раз подряд, как я понял, он это делает, и Микус, наверное... Я сейчас что-то уже решил придумать. Карта для 4 макс у него не такая плохая. А все, выкидывай там уже. Посмотрел напоследок. И выкинул. Пять семерки. Надеюсь, будет оуин. Не, кол просто. О, посмотрю. Ужасно. 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 Будет ставить конбет гирц? Гирц? Гирц, да. Ну, Алексис не сдастся. Я почти уверен, что он не сдастся с такой доской. Будет ли вообще конбет? Мне вот это интересует. Ну, надо бы, как бы, конечно. Ну, он понимает, что по-другому не может выиграть. Хотя, честно говоря, логику выиграться, понятно, сложно. Улыбается, он не знает, что делать вообще. Очень страшно ему ставить этот конбет. Ну да, без шансов как-то потик-дамы что-то собрать. Понимаешь, он поставил 12. 12 с половиной тысячи, 12 с половиной тысяч кол. Ну, надо, чтобы открыть какую-нибудь карту высокую. О, девятка открылась. Отчековал. Дусы сюда кузович. Что дальше? Что дальше? Так, все, есть девятка, теперь уже хорошо. Ну, теперь уже смысл ставить, можно. 20 тысяч. Ну, 20 тысяч. Не, смысл ставить еще. То есть, если дам, от это все, как бы, отдаешь. Добирать, то за хай семерок. Ничего ты не понимаешь? Которых, в принципе, по логике должен туз хай пихаться. Нет, но тут оба они, что ты, ну, кстати, гирс еще, ладно. Он с баттон открылся, все хорошо, поставил конбетик. В принципе, в такую доску, наверное, надо ставить. Нормально, но просто смысл тверд ставить, вот тоже вэлю. Ну, тверд, да, нету смысла. Шо даун вэлю, то есть, у нас не с чего добирай. То есть, дама тебе или пятерка заманивает ли вытверд? Ну, просто тверд и по риверу все равно уже не выкинешь. Ну, 74 тысячи банк, посмотри. Алексис, в здравом понимании семерки ставили Уинду при флоп. Ну, у них нету здравого понимания. Тебе спрашивают, Дима, когда ты в Вену поедешь на игру, и будет ли трансляция там? Ну, мой друг обещал делать репортаж на Покахе. То есть, мы вместе едем. Я, Дима, Козьи и мой друг NFS. Вот он, как раз я взял его с собой как напарника. Репортёр. Он будет, да, писать репортаж на Покахе. Да, дадим ему, покажем наши места, будет бегать с айпадом. Да, обзор бить наши карты и писать. Что там у кого. А в Вену едем мы 12 февраля. Улетаем. Хочет ему, мне кажется, Ауин поставить. Ну, понятно, зачем вот все эти тяжёлые решения придумать. Просто поставил бы Ауин при флопе. Ну, конечно, но... Всё, если заканчивать бы на этом. 7. 7. Гинс, покажи ему девятку. Скажи восьмёрку, восьмёрку покажи. Не показал, по-моему. Всё так посмотрели, Ауин сказал, ну да, на семёрках, кол. Немного пижонин как-то он, конечно. Да, есть немножко. Ну, мне кажется, это болезнь телевизионного слова. 412-й ещё осталось, кстати, у Микс. Ну, всё равно большой отрыв. Так, Гирс выкинул туза. Ну, он решил, что он уже достаточно выиграл. Патит, можно и посидеть. Психологически, кстати, сложно, когда ты выиграл большой банк. Рези слабые карты, слабого туза. Кажется, ну, я же выиграл, могу себе позволить уже и скинуть такую слабую руку. Вдруг на этот раз уже не получится выиграть. Солк неплохой. Ну, а он защитился, да? Да, защитил у дома 8. Не нравится. Не будет сдаваться? Не нравится, конечно, не будет. Только он будет сдаваться. 13 тысяч. Он будет играть через чекол всё время, да. Бланк абсолютно тернул, выходит. Второй баррель. Баррель будет второй ставить. Снот, трудно. Ну, ничего не выбить сейчас здесь, мне кажется. 4 Макси трудно. Лишнее, вот если бы открылся валет какой, например, или король, вот тогда, да. Второй баррель очень хорошо смотрится здесь. Спросил, сколько фишек. Смотри, 100 тысяч примерно. Мне кажется, вторая ставка здесь лишняя будет. Он поставил, да, 26 тысяч? Поставил, да. Полбанка поставил. Зачем, как разводить дома 8, если так заводиться легко. Ну да, по бланку, по идее. Привычка. Поставить Алэн Парир, вот. Что он всё делает? О-о-о-о. Всё, уперся он. Со стеком в 36, да, он сделал резиденадцать. Сколько осталось, спрашивает Морис так, с жадным взглядом на короля. Если ещё выкинет, то это вообще будет полный. Полный. Смотри, говорит, осталось у тебя. Что он с короля ему будет делать? Ну, наверное, резид, наверное. Думаю, что Алексис не выкинет. Алексис, наверное, и, кстати, сможет найти пас тут. В общем-то, я подозреваю, что найдёт он здесь пас. Да, шесть блайнов, рейсит два и выкидывает на Логин. Да. Я, кстати, такую игру на финалке на Вовине в последнее время всё время наблюдаю. Вот такая же, вот, как Гирс играет, как Алексис играет. А нет, у него 48, по-моему, это уже посчитали, типа, рейс. То есть 8 блайнов он будет рейсить. Но в интернете сейчас это нормально, кстати. На Вовине очень лузу вот так вот играют. Слишком долго. Театр устраивает. Да, согласен. Тут надо быстрее это ставить. Тут слишком это покрою. Ну, вообще, когда человек долго думает, это большой признак сильной руки. Поэтому нужно балансировать время обдумывания, стараться, наоборот, на слабых вот так чуть-чуть потянуть время, а на сильных, наоборот, чуть-чуть быстрее делать, чтобы пауза была примерно одинаковая. Тогда у вас будет гораздо сложнее, так сказать, прочитать. Ну, вот поставил на трибет 28 тысяч. Хочет добавить, что ли, посмотреть флот? Что творит человек, конечно? Ну, выкинул этот, не знаю, на что надо было думать. Суперлегкий, быстрый пас. И вообще, как бы, со стеком 8 лайнов нельзя так играть. Да. Пэл, я так не понял, завтра стрима не будет? Нет, завтра точно не будет. Завтра у меня выходной. Наверное, во вторник мы с вами всеми увидимся, услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 Стандартный 2.0 RACE. 3.6 Блэнди. Тумо у герцена, дескалу. У герца 5-4, одномастно. Выглядит красиво. Две двойки у микроса, не положи, думай сейчас там будет. будет калировать мне кажется не будет там переставлять или будет видеть а сквиз кстати неплохо здесь смотрится гирц скорее всего выкинуть свои да и я неплохо морис с баттона в морис это стек просто поставить овен да 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 мне больше нравится чем до поставить его ничем просто на правильное решение конечно максимально максимально выгодно в чем того как давит на них деньги на пока там у этого у алексиса 6 блайнов тут спокойно ставишь вы можно даже носим 2 было поставить в данной ситуации ты двойки даже нас не надо тоже лучше требовать ставить такие да дороговато иначе получится 30 тысяч поставить можно вполне был дороговато иначе тогда можно куда-то изнутри 36 поставить посмотри может там кто-то нам что-то написал нам поставишь волн ну алексис да 5 блайнов там это микус дождался своего конечно тут все просто ну получил двусторонку не так плохо больше чем прихлоп даже аутов ну да аутов уже 8 плохая карта не пошло до минус 2 аута до минус 2 аута сразу не доехал до минус 1 на тоже неплохо там а то в чем-то он выиграл по моему больше даже смс так тем не менее с дилера хороших ангеля марису король дам не нравится мне добавление на 10-4 мне кажется сейчас уже знаешь большой стек показался тут лучше конечно 3 бет либо либо пас на скол 410 он вряд ли будет плюс разыгрывать мне кажется большой слишком стек ему кажется что он можете сейчас все вообще позволить стал слишком луза выиграть будет у него отлично но да я думаю сейчас он кстати будет через чек-рейс наверное играть либо лид вообще сделает не чек-рейс больше нравится на самом деле тоже мы еще бы конбитс воровали бы хотя и может быть есть план поставить чтобы его переставили ну то есть блюфанули в него чуть-чуть и он и он еще поставил туда ламбы и забрал такой еще вариант такая линия кстати тоже имеет право на жизнь на то есть поставить он стать немного поставил 12000 как будто провоцирую на ререйс 30 на море судя потому что думаю сдаваться не собирается я думаю что просто карьеру по моему закал но вот это кстати самое самое получается и хорошая против этой линии игра тогда с король дава и сейчас есть на бланковом турне получается тяжело будет ему приход четверка по моему натуре четверку бланка вы абсолютно открыл что дальше но четверка уже кстати есть в элью ставит он дальше ну и сейчас выкинет наверное все таки марис нет у нее даже туз хай вероятно ждал он какую-то другую карту либо там десятку бобовы например который дал бы ему включал отов например либо вальта дамы короля что такое что могло бы там как-то напугать микроса а вот если бы сейчас микуса поставили баллы на 100000 чтобы он был их четыре дня думаю калера оба спалился уже что хотел выкинуть в принципе не очень так мне нравится раз посмотрел карты с рейс под агрессивного парня варят 5 а может поймал звездочку знаешь что все получается 3 бета получается все блефы проходят как бы на волне уже можно поливать тут будет он спросил сколько но но и наверно может и многовато все-таки там 15 тысяч 140 160 тысяч 25 блайдов ну да заколил он просто на тройках позицию не так плохо на самом деле ну по флопу тогда надо будет сложное решение принимать до более 210 такой флоп очень-очень скоординированный ваш дросс ридро есть трудно на проект будет конечно думаю даже на флопе уже мику сдаст сейчас неплохо через чакол играть было но обычно не бы не придумай такой линии герц все зависит того как как часа будет мику здесь блефовать ставят combat просто он на все заберет мне кажется но это еще готовят огромный комбат по что-то типа под бета 33000 больше больше пота стоят до фенит топор она защищает свою эту пару думаю мику спамер что все все готово тяжело здесь плотить против такого такой супер барреля фар барреля такого что-то просто не передал туз валид у микуса 7 2 3 2 да мысем красивая червей может и зайдет либо 5 чем придумать Да, задумал он, по-моему, что-то. С учетом того, что деньги, скорее всего, поделили уже. Да, конечно, нет интересной динамичной игры. Ну, не те игроки немножко интересной динамичной игры. Ну, гирд зато 5-2 колю. Нормально. Хоть какой-то экшен-пост-лоп у нас есть. Да. Творч, дрочи, мне-менее есть. Честно, как он за первый поставит, наверное. Нацепился все-таки. Правда, это все было видно, что хочет ставить. 12 тысяч. Думаю, такую ставку Микрос либо коллировать будет, либо крутить. Ну, наверное, пусть ки-кол выберет. Слишком много данкбетов идет со стороны гирдца. По всем флопам. Неподкрепленного такого маленького какого-то. О, 5-2 там вообще стало все прекрасно. Он не может выдержать здесь Микрос, ну, не кажется. Конечно, не может. Да, да, что-то так хорош. Слышишь, сейчас найдет колл? Нет. Мяу, три банка ставят. Как-то слишком супер баррель прилетел. Это жестко было, очень жестко. И вот как с гирдцами играть? Какая оптимальная стратегия игры против него получится здесь? Наверное, крутить донки его двойными. Смотреть, что будет происходить. Это без вэль. Если с вэлью, то просто чек-колить все. По флэш-дроу он там не ушел. Ну, и перестать открывать. В него там всякие карты типа 10-4. Уже иногда все-таки с баттона хотя бы один раз из трех выкидывать. Причем то, что он колет все, то зачем здесь? Причем то, что он колет. Заразил мне кусту 4 гирца, 3-7. Ну, если он даже 3-7 не собирается выкидывать. Поэтому будет интересно. Будет забавно, если первая же дача он вылетит. Сегодня любят открывать, кстати, подставные флопы на финалке. Там 3-4. Ой, да, там бэд флоп. Ну, скорее всего, да. Алибо еще сам, кстати, поставит. В бутейте тоже эпично. Хочется ему что-то придумать, но не может, по-моему. Совершенно тяжело, да? 7-3. Таком флоп. Припопеть здесь, да, вы король. Микус тоже чекну. Четверка. Осталый гирс. Непонятно, что изображая. Вообще непонятно, что он изображает. 30 тысяч кол. Легкий кол, конечно же, здесь. Спокойностью ведет себя. Очень приятно наблюдать. Ну, а чем волноваться? Они поделили уже все в деньгах. Это громадный. В оппонентах очень слабый игрок. Ну, бланковая шестерка пришла. Ну, не выйдет, что там чек-чек ривера, думал, будет. Дастся. Уже прям. В конвульсах так и вообще. Столько крови в голову прилило, что... Все пошло не по плану. Все пошло не по плану. Такой снег, кто-то кипятится сейчас. Кипятится, мозг взрывается. Хочется, мне кажется, поставить по риверу. Такой 90 тысяч. Непонятно, что изображает. По риверу. Так, посмотрел еще раз карту свою. Ну, по-моему, на лице у него написано, что все ему это дело не нравится. На самом деле ставка какой-нибудь 60 тысяч бы, может, не знаю, смог бы забрать. М-м-м-м-м. М-м-м. М-м-м. М-м поставил он? М-м. М-м поставил, точно. Ой, ну как он сейчас палится вот этими пересчетами фишек. Это такой явный признак блефа. Это вообще, ну… Ну, забавная ситуация, что, ну, может, там, шестерку в блеф, десятку в блеф превращать. Ну, Микус. Микусу бы… Пола, ты чемпион. Не может, он сейчас думает, наверное, о чем так можно поставить. Слишком нервничает, слишком нервничает гирьц. И знаешь, что самое интересное, что очень много дров, которые не закрылись. Ни валет не закрылся, ни буби не закрылись. То есть, в принципе, пол здесь можно найти и достаточно логично, я думаю. Это будет отличное завершение хзапа. И, как я и говорил, что первая сдача хзапа, и все. Кстати, мне кажется, найдет кола, он не думает уже. Ну, реально думает над колом. Да, но что там, то есть… Смотрит он, какие блайнды, какие стеки, что там, сколько это будет занимать и так далее. Ну, короля бы он не ставил, был уин, бы там… Не, я думаю, здесь ключевое, то, что ничего не закрылось. То есть, чем он ставит овен, то есть, ключевая ситуация. Была бы это, допустим, девятка бубовая, ну, тут все сразу. Ставил бы он 60 тысяч там. Даже просто девятка, если пришла бы, уже, по идее, кола нету, как бы, это ничего не беда. Шестерка бланковая. Не понимает, миг, что здесь происходит. Пытается найти. Ну, на самом деле, очень сильно вот выглядит, как будто не что-то не доехало. Какой-то валет с чем-то, не доехавший, какой-то флэш-дрон, не доехавший. Да, с такими циферками. То есть, понятно, что он вряд ли будет ставить овен. Если у него есть четверка или шестерка, например, это нет смысла ему ставить овен. Он уже просто понимает, куда он попал. По лицу виду, что просто уже невозможно ему. Ну, вот, а считал, посмотрит он, сколько у него останется еще. Ну, то есть, по идее, он как бы так сильно много-то не рискует. Да, они его примерно уравняются. Глубокие стейки у него останутся, все равно у них достаточно глубокий стейк. Если дальше сейчас он проиграет, они все равно в ровную выйдут. Ну, там 400 тысяч банк будет, и у него останется еще 330 против 400. При таких блайндах 4.8 это глубокий хит-сап, который он, в принципе, должен. Как такой у щенка личика такой, обиженного. Мне кажется, найдет колу он все-таки найдет, заколет. Ну, отсчитал уже, в принципе, он уже в одном шаге от кола. Я думаю, сейчас он как раз вот не может, слишком много дров не закрылось. Слишком все это блефово выглядит. Ну, это будет хорошее завершение, если он сейчас выиграет, конечно. Ладно, смотри, как нервничает Кирт. Что-то, что-то он начинает говорить. Что-то, не знаю, ужасе какое-то увидел. Дико нервничает, просто это по нему видно. Кол. Да, есть кол. Красавец. Кол. Красавец. Просто красавец. Первая сдача. Отличный кол. Отлично, да. Ну, Хитса, хоть был коротким, но да, красивым. Красиво было, да. Кирс не понял, правда, что он изображал. Если уж на сетях прошло, непонятно, какую карту он изображал. Два банка, два банка ривера он стоит, увы. Ну, вот, и быстренько у нас сегодня закончилось. Это не как прошлый раз, до трех ночи. Максимум, там, Кирс выжил просто.